60-летний юбилей отметил известный журналист, руководитель редакционно-издательского отдела «Ано Алашара» Георгий Чикалав. О выборе профессии, творческом пути и самом юбилее Георгий Константинович рассказал нашему корреспонденту Белли Джозаевой. Добрый день, я очень рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. У нас такой замечательный повод, тебе 60 лет. Я, конечно, в это с трудом верю, потому что в моих глазах, в моих воспоминаниях вообще ты тот самый молодой парень, с которым мы познакомились больше 30 лет назад. 60 лет – это для тебя обычный год, обычная цифра, обычный день рождения или какое-то подведение итогов, или это планы, замыслы. Что для тебя это? Если так честно говорить, это очередной год. В принципе, итоги подводить, я надеюсь, еще рано. Все-таки 60 лет – это не такой еще возраст. Но оглядываться назад нужно, наверное, не только каждый год, но, наверное, каждый день, как ты прожил этот день, был ли он чем-то полезен кому-то еще, кроме того, что ты просто просуществовал, сделал ли ты что-то хорошее, плохое. И оценивая вот так свою жизнь, думаю, и надо жить, потому что в какой-то момент можно потерять контроль над собой, вообще чем ты занимаешься в этой жизни и для чего ты живешь. 60 лет – это возраст такой, когда в очередной раз есть повод не просто оглянуться, а глубже посмотреть на все, чем ты занимался все эти годы, и найти то, что ты обрел за это время, что дороже тебе всего на свете. И я так тоже оглядываюсь и думаю, что за эти годы я нашел друзей, семью, родных, близких, профессию, в которой я прожил всю трудовую жизнь. Жора, вот ты несколько раз сказал слово «оглядываясь назад», словосочетание. Действительно, если оглянуться назад, кем бы ты мог работать, если бы ты не стал журналистом? Вот, может быть, у тебя какие-то были планы, какие-то желания, какие-то хобби, может быть, какие-то мечтания. Осуществились ли они? Журналистику я выбрал тоже в какой-то степени, в последний момент, можно сказать, после окончания школы. Наш военрук Борис Жмуладинович Пазов предлагал мне поехать в военное училище. И тогда военные комиссариаты подбирали кандидатуры для подготовки национальных кадров офицеров. И вроде меня тоже взяли на карандаш и планировали отправить в военное училище, но я так и не дождался вызова. И потом уже решил выбирать сам себе профессию. Ну, у меня какие-то склонности к писанине, так скажем, были. И, кроме того, я много книг читал, и в том числе в юношеском возрасте и детективы читаешь. И мне вот эти сыщицкие дела тоже нравились. Я думал, или юрист, или журналист. Ну, начал смотреть справочник для поступающих. На юридические факультеты брали в основном после армии. А я после школы собирался поступать. И я остановился уже на журналистике. Жура, мы говорили про выбор профессии, да? Ну, наверное, свою роль в этом сыграл твой, не побоюсь этого слова, гениальный брат. Очень известный человек в науке, филологии, профессор Пётр Чекалов. Вы насколько близки? И был ли он для тебя каким-то ориентиром в выборе профессии? Мы близки как братья. И уже после того, как я тоже как-то стал быть связанным с литературой, с литературным творчеством, с журналисткой творчеством, но тоже как-то близкой к литературному тоже, мы сблизились еще по работе, можно сказать. И мы совместно даже подготовили, издали книгу «Судьбы абазинской литературной интеллигенции до военные и военные годы». Это тоже, я считаю, такой важный, значимый труд, но все-таки подвиги героя в Абазахстане я почему-то ставлю выше, не знаю. И с этого времени мы с ним очень тесно работаем. Мы выходят антологии литературы народов России и литературы народов Северного Кавказа. И абазинскую часть вот этих антологий мы готовим вместе с ним. В выборе профессии, скорее всего, нет. Я же говорю, журналистику я выбрал в последний момент, и он на это никак не влиял. Он предоставил меня самому себе на этот счет, видимо, рассчитывал, что я не ошибусь. Ну а так, примером в жизни, примером отношения к тому делу, которому себя посвятил. Вот в этом плане он для меня пример, да. Он человек очень преданной науке, педагогике. И в этом отношении, да, он для меня пример. Жура, скажи, пожалуйста, вот каким своим успехом, каким своим достижением на сегодняшний день ты особо гордишься? Ну, насчет достижений не знаю, но вот если говорить из того, что я сделал, вот книга «Подвиги героев Абазашты», вот она, мне кажется, такой более значимым моим трудом. Там все-таки собран очень большой материал об абазинах, о выходцах из абазинских аулов, там даже не только абазины, воевавших на фронте в Великую Отечественную войну, награжденных медалями и наградами. Описание подвигов, выбранные из документов, из наградных документов, собранные в одной книге. Я считаю, что это очень полезно для людей, для подрастающего поколения, для воспитателей, для педагогов. И просто для всех, кто интересуется историей войны, вообще историей, это, я думаю, интересно и полезно. Ну, давай скажем, что еще одним твоим достижением является то, что у тебя три прекрасных сына. Два твоих старших сына, они уже определились профессиями, младших еще нет. Хотела бы тебе, наверное, чтобы они пошли по твоим стопам? Как раз-таки младший определился. Старшие не сразу определились. А кто там? Ты бы хотел, чтобы они продолжили ваше семейное дело? Ну, я в старшем сыне видел какие-то склонности, способности что-то писать, манера выражаться, излагать свои мысли. У него так близка к литературному, так скажем, к литературному, к политистическому. Я думал, предлагал ему пойти на журналистику, но его мама сказала, что ей в семье хватит одного журналиста. Второй он сам себе выбрал профессию, менеджмент, учился в бакалавриате, магистратуре, сейчас учится в аспирантуре. А младший, он еще где-то в 9 лет, он сказал, что хочет стать дизайнером. И сказал, вот, отдай меня в художественную школу. Ну, повел его в художественную школу. Он очень добросовестно ходит туда, даже в те дни, когда у него нет занятий по смене, он ходит с другими сменами. Ему это очень нравится. Все свободное время он там за рисованием, за какими-то такими занятиями проводит. Сейчас в центре дополнительного образования «Спутник» открыли какие-то курсы по графическому дизайну. Ему предложили туда пойти, он начал ходить туда. Ему это интересно, он увлечен. Во всяком случае, вот уже 4 года он еще не передумал, что быть дизайнером. Джора, сейчас в Ано Алашара конкретно чем ты занимаешься? До последнего момента я там возглавлял информационно-аналитический отдел. Освещал деятельность организации, продвигал ее идеи, издавал газеты, детский журнал. Сейчас меня перевели в вновь созданный редакционный издательский отдел. Занимаюсь издательским делом. Вот сейчас готовим. На этот год мы запланировали 10 книг выпустить. Сейчас мы подготовили уже 3 книги, работаю на 4-й. То есть подготовили к изданию, но еще не выпустили. Человек с таким глобальным опытом в нашей профессии может, я думаю, имеет право дать совет тем людям, которые начинают только свой путь в журналистике, в нашей профессии. Что бы ты им посоветовал? Профессиональные качества можно обрести, даже если они не так явно еще видны. Главное, наверное, знать, для чего ты идешь в эту профессию. Что ты там собираешься делать? Что ты там видишь? Себя в журналистике или журналистику в себе? Ты хочешь работать для читателей, зрителей, слушателей? Или ты хочешь работать, допустим, на свой имидж просто? И исходя из этого, уже будут формироваться твои цели, твои задачи. И где-то в каком-то случае тебе нужны будут высокие профессиональные качества, в каком-то другом случае может быть достаточно какой-то ипотажности, личной какой-то яркости. Здесь надо уже смотреть по своим целям. Но я думаю, что журналистик – это такая профессия, в которой нельзя во главу угла ставить себя. Это все-таки сфера общественной деятельности, в какой-то степени, даже если ты профессионально этим занимаешься. Это занятие очень важное для общества, как-то формирующее мнение общества, общественное мнение, влияющее во всяком случае на это, даже если ты не формируешься, но какое-то влияние оказываешь. И надо понимать, что это дело очень ответственное. И просто думать о себе, главное я здесь, а не те, на кого я работаю или для кого я работаю. Это будет неправильно. В нашей профессии так нельзя. Ну что же, я еще раз благодарю тебя за участие в нашей программе. Я всегда рада тебя видеть. Я желаю тебе, прежде всего, крепкого здоровья и, конечно, творческих успехов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok